МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом детского творчества отметил юбилей своей деятельности. Почему добрым? Так называют вас наши дети. И спасибо вам за вклад в будущее этих детей. О новых постановлениях и дополнительных мерах, которые должны снизить распространение коронавирусной инфекции, сообщила главный санитарный врач по Десногорску Людмила Касаткина. Уважаемые жители города Десногорска, указом губернатора Смоленской области введен режим повышенной готовности по всей области. 16 октября главный государственный санитарный врач Российской Федерации вынес постановление о дополнительных мерах по снижению риска распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Данное постановление распространяется на территории всей Российской Федерации. По территории города Десногорска мной 27 октября вынесено такое же постановление. И, значит, оно вступило в силу 28 октября и, значит, трактует следующее положение. Лицам, которые находятся на территории города Десногорска, необходимо соблюдать масочный режим для защиты органов дыхания, когда лица пребывают в местах массового пребывания людей. Я скажу, какие это места. Это общественный транспорт, это такси, это парковки, автобусные остановки, лифты, это предприятия торговли, медицинские учреждения, аптеки, учреждения, оказывающие услуги и все учреждения организации нашего города. Второе. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и осуществляют услуги общественного питания, запрещается оказывать данные услуги в ночное время, а именно с 23.00 до 6 утра. И последнее. Всем организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям необходимо усилить проведение текущей дезинфекции на своих объектах. Данное постановление, естественно, будет находиться на контроле и находится на нем. Мы проводим совместно с работниками администрации и работниками полиции рейдовые проверки. И, соответственно, если будут нарушаться данные документы, выполнение данных документов, будут накладываться штрафные санкции как гражданам, так и к юридическим лицам. Понятно, что в настоящее время нелегкое на это время, поэтому я обращаюсь к жителям найти понимание и терпение по данному вопросу и, соответственно, выполнять соблюдение масочного режима в настоящее время до особого распоряжения. В уже далеких 80-х годах прошлого века в 4-м микрорайоне Десногорска открыл свои двери Дом пионеров. Сменив несколько названий, прижился его современный вариант – Дом детского творчества. Сегодня это одно из ведущих учреждений дополнительного образования для детей Десногорска. Тут царит особая атмосфера, где каждый ребенок может почувствовать себя талантливым, найти применение своим способностям, и это творчество по-прежнему не знает границ. И без того особенная атмосфера 29 октября была дополнена значимым событием. Дому детского творчества исполнилось 35 лет. Уже значимый юбилей, когда можно вспомнить о пройденном пути и наметить планы на будущее, а также услышать слова напутствия от друзей и коллег. Более 20 лет мы дружим, сотрудничаем с Добрым Домом. Почему Добрым? Так называют вас наши дети. И спасибо вам за вклад в будущее этих детей. Юбилей стал и праздником творчества для воспитанников Доброго Дома. Частью каждого номера, будь то песни, поделки или выступления, были пожелания коллективу дальнейшего светлого профессионального пути. Пусть юбилей прошел и в условиях пандемии, но он наверняка запомнится всем его участникам и станет залогом будущих успехов. Юбилей! На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова